Добрый день! Мы находимся на ярмарке инструмента ГУТУЛС 2017 и конкретно на нашем стенде компании СЕНКО. Я сейчас вкратце расскажу, что такое инструмент СЕНКО, для чего он нужен и какой он бывает. Инструмент СЕНКО это крепежный инструмент для крепежа всех типов и размеров, от микрошпильки диаметром 0,6 мм до 160 гвоздя, 160 мм в ассортименте и все что между. Костыль, скоба, гвоздь. Инструмент, как я сказал, спектр очень велик и если брать самое минимальное из того, что бывает, это вот она микрошпилька диаметром 0,6 мм, видите ее у меня в руках, длиной она бывает до 50 мм, что не так уж мало и она позволяет прибивать даже финишно-залаченные поверхности, не оставляя следов на лаке, потому что все что вы видите, это вот пятачок, ну вот, это вот результат забитая она. И не более того. Люди борются. И не остается следа от удара. Крайне интересный инструмент, рекомендую обратить на него внимание. Также у нас сейчас появилась новинка. Практически такая же шпилька, только с небольшой шляпкой. Это было затребовано в нашем рынке, потому что есть гвоздь уже покрупнее, где и шляпка покрупнее. Ну, кого-то не устраивала, с одной стороны, величина шляпки, потому что она достаточно велика, но при этом хотели ее иметь. А полное отсутствие шляпки вызывает некие технические вопросы, сложности, ну, в определенных типах работ. Вот появился вот такой инструментик, он находится на стенде, вот строго посредине под вывеской Сенко, Finish Pro 21L. Новинка на российском рынке, доступная в продаже и к покупке, как у нас, так и у наших партнеров, буквально один месяц как. В линейке Сенко есть вот такая интересная, достаточно уникальная модель, называется Fusion. Несколько модификаций. Что такое Fusion? С момента появления пневматического инструмента у людей всегда был вопрос, а можно ли обойтись без компрессора? И первым, что было сделано, были сделаны электрические инструменты с механической пружиной. Народу понравилось, компрессор не нужен, но эти инструменты с механической пружиной были крайне медлительными, потому что скорострельность там была невысока. Каждый раз, когда нажимал на курок, сначала нужно было взвести пружину, потом произвести выстрел. Следующий выстрел опять нажал на курок, взвел пружину, выстрел. Народ был недоволен. После этого появились газовые инструменты, там, где позади рабочего цилиндра было место для баллона с горючим газом. Скорострельность приравнялась к пневматике, но при этом удвоилась цена выстрелов, потому что нужно было покупать сам гвоздь, плюс еще газовый баллон. И, наконец, только у Сенка появились инструменты с пневмопружиной. Что это такое? Здесь закачан инертный газ, и каждый раз, когда мы произвели выстрел... Я еще не убрал палец с курка, я еще не убрал инструмент, а за счет аккумулятора газ начинает уже сжиматься. И когда я переношу инструмент к следующему выстрелу, он уже взведен, получается. То есть, скорострельность пневматики, при этом полная мобильность. Никаких снуров, никаких шлангов. Рекомендую. Крайне интересный инструмент. Но при этом и компрессоров пугаться совершенно не следует, так как... Для подавляющего большинства инструментов хватит вот такого компрессора. Очень интересная моделька PC-1010. Не подтянет только самые большие строительные пушки, но им такого и не нужно. А все, что, скажем, висит на стенде, мелкое, среднее, тянет за милую душу. Вы даете самые 8 атмосфер, и уровень шума у данного компрессора... Здесь указано 81 дБ, но это связано с тем, что в Европе поменялись нормы замера этого уровня шума. Раньше на них же указывался уровень шума 68 дБ. А 68 дБ, этот самый уровень, если мы сейчас его включим, хотите, можем его включить, то он будет гудеть не громче, чем, скажем, холодильник из моего детства. Ну, пойдем включать. Включаю. Вот он работает, накачивает сейчас свой ресивер. Поэтому мы стоим и разговариваем с вами, совершенно не повышая голоса ни на грамм. Можно производить работу в одной комнате, а в соседней комнате может спать ребенок, там, не знаю, там... Быть с плочной соседей. А? Вес сколько у него? Берите. Каталожка, потому что у вас в руках там вес указан. Не боюсь соврать, не хочу сказать, ну, как бы... По габаритам влезает даже в багажник АКИ. При этом компрессор не смазываемый, поэтому его можно возить боком, раком, в любом положении. Масло из него не вытечет, ничего с ним не произойдет. А сколько он дает? А? 8 атмосфер дает, как и все остальные. Конечно. Он тянет любой инструмент. Если мы говорим про инструмент вот такого размера, то тянет без проблем вообще, без ограничений. Если мы подключим большую пушку, то один-два выстрела она сделает, но на третьем не хватит воздуха. Потому что есть такое понятие, как и потребление. Они потребляют больше. Накачал. Теперь для сравнения возьмем, попробуем включить вот этот компрессор. Почувствуйте разницу. Любой мебельщик знает, что есть две пушки. Есть обивочная и каркасная. Но про обивку мы сейчас говорить не будем, проговорим про каркасник. В линейке Сенко долгое время лучшей пушкой среди каркасников был СНС-45. Это как автомат Калашникова. Кончилось время и СНС-45, и на его смену пришел инструмент, который называется САЧС. Две модификации 50 или 51. Я сейчас в руках держу 51-й САЧС. Его отличие от СНС-а. Первое отличие, которое очень нравится именно мебельщикам, это узкий нос. Сам носик намного уже, чем и у СНС-а, который был до него, и у аналогов от других производителей. Что позволяет этому инструменту подобраться в самые труднодоступные места. И второе, очень интересное и принципиальное отличие, это система открывания носа. Все мы знаем, что все инструменты, современные инструменты, имеют открывающийся нос. Если у вас в носу заживало скобу, то чтобы ее извлечь легко и не откручивать болты, обычно здесь стоит прижимная пружина, и носик откидывается или просто весь целиком снимается. Но это связано с некими трудностями и проблемами. Эта пружина имеет обыкновение расшатываться и, соответственно, ослабевать. И нос начинает открываться в процессе работы, что может привести их к поломкам и к травмам. Сенка пошла другим путем. Оно решило проблему открывания носа принципиально по-другому. Отъезжает задняя часть магазина. Ну-ка, еще раз. Вот, рычаг. Может, отсюда проще. Оттянули. То есть, тем самым, можем добраться в эту часть, где лежит зажеванная скоба. Ежели такая беда случилась, извлечь эту зажеванную скобу. Но гарантированно носик, то, что откидывается у прочих моделей, за счет того, что ослабевает пружина прижимная здесь, здесь такой беды не может случиться в принципе. Также, вот, снимаю. Также, эта модель, помимо таких основных и явных преимуществ, отличает крайне малая отдача и легкий вес, что выгодно его отличает от подобных инструментов других производителей. Рекомендую. Что касается обивочного инструмента, то линейка осенка крайне широка. Есть как бюджетный вариант, SFW-05, вот он он, стоит совершенно небольших денег, при этом работает с той же самой скобой, с тем же крепежом, что и его старшие собратья. Самая на сегодняшний день продаваемая модель, SFW-09, это хороший, качественный середнячок. Стоит разумных денег, но при этом соответствует всем параметрам своих старших братьев. И так же есть SFW-10, плюс есть модификации с двойным магазином, с длинным носом и синкоматики, то есть модели стреляющие автоматические. Но если вы только начинаете свою работу, или же если у вас не такой большой объем работы, и вам нет смысла переплачивать за какие-то более дорогие модели, 0-5 очень хорошее качественное решение. Инструмент маленький, легкий, отдачи практически нет, ремонт оприводен полностью, никаких проблем на сегодняшний день, эксплуатироваться уже не один год не выявлено. Рекомендую.